В квартиры социально неадаптированных горожан вновь постучались представители служб экстренного реагирования. Пожарные, полиция и сотрудники управления гражданской защиты провели очередной межведомственный профилактический рейд. Его цель – уберечь зареченцев от возникновения пожаров и проинформировать горожан о нововведениях в законодательстве, например, о запрете курения на балконах. После проверки жилого фонда участники рейда отправились в гаражные кооперативы Заречного. Здесь также проходит постоянная профилактическая работа с автолюбителями. Их предупреждают об ответственности за разведение открытого огня и несоблюдение правил пожарной безопасности. С началом отопительного сезона в Заречном особое внимание уделяется использованию обогревательных приборов. «Поскольку сейчас в настоящее время на улице погода холодная, многие зареченцы любят использовать, обогреваться, дополнительный обогрев, чтобы у них был. И поэтому лишний раз напомнили им, чтобы обогреватель стоял в определенном месте. Это должен быть устойчивые основания у него, не вблизи штор никаких. И точно так же напомнили о том, что запрещено использовать самодельные обогреватели». Председатель гаражного кооператива Александр Танкашкуров лично следит за соблюдением правил пожарной безопасности. По его словам, зареченцы понимают, чем опасны костры, газовые горелки и даже непотушенный окурок сигареты на территории гаражей. «Мы проводим регулярно собрания, не один раз в год. А вот 15 сентября было последнее собрание. Причем на месте здесь делали собрание, в кооперативе, где еще раз доводили до сведения, что нельзя открытый огонь, никакого открытого огня, никаких дров, никакого костров. Я это пресекаю и мы их обсуждаем и ставим на учет, как говорится». Профилактическая работа по недопущению нарушений правил пожарной безопасности в Заречном продолжается. Во вторник, 15 октября, состоится встреча представителей МЧС с жителями 132-го квартала. Следующий межведомственный рейд по гаражным кооперативам и квартирам социально неадаптированных граждан состоится 25 октября. Александр Абаимов, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».